Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И мы не только толкуем отдельные книги Священного Писания, но рассматриваем также отдельные стихи. И вот иногда у людей возникают вопросы, поднимаются дискуссии, есть темы, которые очень больные для многих из нас. И вот некоторые даже спрашивают, как это так, что в Священном Писании написано, что вот тот, кто блудит, тот, кто вступает в интимную связь с блудницей, он становится одной плотью с блудницей. Ведь это же в книге «Потея», там Господь говорит про Адама и Еву, и вообще благословляя брак, то есть он говорит про благословленный брак, что там они будут в плоть единую, это благословляет. А тут вот вдруг апостол Павел пишет, что тот, кто блудит, он тоже впадает в это единение на плоти, так что с блудницей тоже становится в плоть единую. И как это так? И что тогда происходит? Что если ты блудил с 15 разными женщинами легкого поведения, то что же, получается, с каждой ты стал в плоть единую, вот, и тогда что же, может вообще их грехи передаются лично тебе, и вообще как все это понимать? Так вот, братья и сестры, собственно, это слова апостола Павла из первого послания Коринфянам, 6 глава, и мы зачитаем стихи с 15 и далее, ну почти до конца главы. «Разве не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы? Итак, отнимули членов Христа, чтобы сделать их членами блудницы». То есть, понимаете, мы все, мы вообще творение Божие. И наша душа, и наше тело – это творение Божие. Господь создал нас. Не мы сами себя вылепили из глины, в дун или дыхание жизни, оживили. Нет, каждый человек – это незреченный Божий дар, человек с бессмертной душой по образу Божию. А сам Господь, Он ради нас тоже принял плоть. И вот Господь Иисус Христос, есть воплотившийся Бог, в Нем человеческое тело освящено Божественной благодатью. И христиане – это кто? Христиане – это те, кто приобщаются к Христу, те, кто призваны к жизни во Христе. То есть, мы уже не принадлежим и не должны принадлежать самим себе, своему эгоизму, своим греховным страстям. Мы должны принадлежать Господу, потому что только в Боге и есть подлинное счастье, подлинная вечная жизнь. Без Бога нет жизни, нет вечности, только ад, сумрак, пустота, несчастье. И вот в этом смысле, когда кто-то уклоняется в блуд, да, то он получается, он так, вот тело – это творение Божие, его тело должно принадлежать Христу, который освящает всяческое тело человеческое, да, если мы приобщаемся ему. А тут, если ты блудишь, то ты свое тело у Бога отнимаешь и предаешь греху. А кто начальник всякого греха, да, кто царь над греховным миром, дьявол, то есть ты у Бога воруешь его творение, творение Божие, и приносишь это, как некую такую подачку дьяволу, и в итоге вместе с дьяволом будешь мучиться. Итак, не отнимай тело у Христа, потому что ты призван принадлежать Христу, и не делай их вот членами блудницы, потому что блудницы, ну что такое блуд вообще? Блуд – это смешение, да, вот сейчас мы еще и скажем про это. Итак, он говорит, что «отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут, одна плоть». Вот они, это ключевые слова, то есть не надо думать, что блуд, ну это вот знаете, как на пляже просто, там вот в купальных костюмах вот они загорают, рядышком друг с другом лежат, а мужчины, женщины, дети, старые, молодые, вот они позагорали, там нет, там действительно никакого смешения блудного нет, ну если только у кого-то в мыслях какие-то образы проскачут, но обычно все там просто вот купаются, да, то есть тут нет такого блудного смешения. А вот когда уже интимное соитие, то нет, это вот не просто рядышком на пляже позагорали, то вот здесь уже органическое единство происходит. И вот тут уже действительно, если ты блудил с пятнадцатью, то с пятнадцатью ты вступал в единую плоть, потому что ты соединялся, ты соединялся органически с телом блудницы. Передалются ли ее грехи? Нет, достаточно одного греха, который навеки погубит твою душу, понимаете? Вот когда человек принимает наркотик, то в нем уже происходит страшное изменение, а не только вот то, что там какие-то вещества, а это вот в ее душевно-телесном устроении происходит страшное изменение, и он впадает в зависимость, греховность. И у него уже само состояние его внутреннее, оно изменяется. Вот все взаимосвязано в человеке. Душа срастворена с телом. Если в душе добродетели, то и через тело эти добродетели будут видны, и сердечный мир, смирение, любовь к другим людям, это все тоже через телесный вид человека будет проявляться, и чистота сердца, она будет выражаться в мирном взгляде такого человека, и в его глазах будет отражаться небо, и в его поведении не будет чего-то вспыльчивого, взрывного, какого-то ненависти, отвращения от тебя. То есть душевные добродетели души, они же и в теле присутствуют, потому что при жизни нашей душа срастворена с телом. Это тоже органическое единство. Души и тело – это органическое единство. На самом деле святые отцы говорят, что все чувства тела, допустим, мы осязаем что-то, или что-то мы услышали, мы куда-то смотрим, это все принадлежит на самом деле душе, то есть душа посредством тела общается с внешним миром. Поэтому, когда душа выходит из тела, уже расстается с телом во время смерти, то она продолжает видеть, воспринимать то, что вот есть, так вот говорят те, кто пережили клиническую смерть, и святые отцы это подтверждают. То есть душе принадлежат, в том числе она управляет чувствами тела. И, соответственно, если ты блудишь, то душа твоя, твоя сокровенная внутренняя сущность, она срастворяется с этим мерзким, срамным пороком, впускает это внутрь себя, и вот он, собственно говоря, ад, мучение. Поэтому повторим, что это все взаимосвязано, и твои телесные поступки, они отражаются на твоей душе. И если человек допускает вроде бы чисто телесный какой-то порок, то грех страшный какой-то, да, там он начинает регулярно пить, да, вот наркомания, или тем более блуд, вот это порочное смешение, то это все отравляет его душу. Душа уже другая, она уже по-другому смотрит на окружающий мир. И вот если в благословленном браке, там, где венчаны муж и жена, там именно у них взаимопроникновение, там при общении друг к другу, при содействии благодати Святого Духа, то в блуде тут смешение. А смешение на самом деле это ведь имя Вавилона. Вавилон переводится как смешение, как греховное смешение, и мы тут же вспоминаем вавилонскую блудницу, о которой написано в книге «Апокалипсис». Это вот некая, вот эта великая блудница, понятно, что это образное описание, она сидит на водах многих, с ней блудодействовали цари земные, и так далее там описывается, что вот она на звере багряном, преисполненном именами богохульными, то есть блудодейство – это непременно богохульство. И вообще вот есть такой общий ряд таких грехов, которые взаимосвязаны друг с другом, допустим, скверные слова, чревоугодие, пьянство, блуд. И вот через это все проявляется богохульство, потому что человек хулит Святого Духа, а Святой Дух, он выражается только в чистоте, только в целомудрии, а там над этим смеются, там хохочут над этим, над всякой чистотой, невинностью, целомудрием, издеваются, смеются, и в этом выражается богохульство. И вот у нее семь упоминается голов и десять рогов. А рога у кого? Только у рогатых бесов. То есть это образ чего-то бесовского, демонического. Ну и так далее. Описывается, что на челе ее написано «Имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». И на самом деле это страшная вещь, которую люди не замечают. То есть поначалу кажут, что это просто удовлетворить какие-то естественные потребности, а потом раз, он как в мышеловку, да, все, захлопнулся, ты попался. И потом он сам понимает, ну, может быть, не сразу, пройдет там лет двадцать-тридцать, тогда только он поймет, что в нем произошли страшные изменения. И вот апостол Павел, он пишет о чем? «Осоединяющийся с Господом есть один дух с Господом». То есть что получается? Что вот он тут как бы противопоставляет, что мы призваны восходить при общении к Господу и быть одним духом с Господом. А тот, кто блудит, тот становится одной плотью с блудницей, как бы противопоставлением единому духу с Господом. А если ты блудишь, то ты с кем? Ты с дьяволом. И вот пусть относятся к моим словам, как хотят, но если в венчанном браке, что такое венчанная семья? Это муж, жена и благодать Святого Духа. То в блуде что? Это блудник, блудница и дьявол. Вот что такое блуд. То есть блудник, блудница и дух дьявольский. Это сатана, который с ними присутствует. И вот на самом деле Вавилон, который переводится как смешение, это понимаете, это вот как смешение взрывчатки. Там до поры до времени перемешаны эти вещества, но в определенный момент произойдет взрыв, и все разлетится в разные стороны. То есть Вавилон не может никого соединить. Блуд никого никогда не объединял. Мужчина не женится на блудницах. То есть это известная такая закономерность, что он может с 50 за время своей жизни блудить. Просто для него это некое легкомысленное такое влечение. Но жениться он не собирается. И сами, ну, проститутки, они понимают, что они закрывают себе путь к нормальной человеческой жизни, к браку. То есть блуд – это вот именно как взрывчатая смесь, которая, она не может никого объединять. То есть взрыв, он все ломает, он все рушит и губит тех, кто находится рядом. Вот что такое блудное смешение вот это Вавилонское. Вот один знакомый парень, он допускал интимное общение, уже начал общение с девушкой, уже вступая с ней в такое вот интимное соитие. И потом он видит, что она, конечно же, ему не подходит по характеру. То есть прошло сколько-то там месяцев общения, не складывается жизнь. А она говорит, что ну вот мы же с тобой уже интимно живем, поэтому давай вот женись. Ну, он уступил, а в итоге что? Все равно не сложилось, все равно потом развелось. А причина в том, что раньше времени начали вступать, ложиться вместе в постель, вступать в интимное общение, а блуд он не объединяет, он только разъединяет. И за всяким таким блудным грехом стоит именно дух дьявольский. Я вот тоже вспоминаю одного, тоже достаточно близкого, такого знакомого, который, ну, долгое время он вел целомудренную жизнь и тянулся к вере. И глаза-то у него тоже были такие чистые, немножко наивные. Он все время вот спрашивал какие-то вопросы, задавал там о вере, о таинствах и старался жить духовно. А потом что? Ну, он еще не был, конечно, утвержденным, но, в общем, у него не было средств достаточных для жизни. И он решил вот ради просто привлечения средств обратиться к магическим заговорам, заклинаниям. И что происходит? Что когда он только, получается, это же ведь обращение к дьявольской силе, конечно же, средств никаких особых у него не появилось. Но что произошло? Именно после этого он впадает в блуд. То есть, как только он заключает некую сделку с дьяволом, он тут же теряет помощь Божию и впадает в блуд. То есть, он говорил, сам рассказывал после этого, что до этого у него тоже возникали мысли, ну, может быть, там соблудить там с кем-то, но все время что-то его останавливало. На нем был нательный крест. Он сам, в общем-то, молился Господу. И получилось так, что вроде бы там уже тоже на грани греха, но вдруг раз, что-то как будто пределы поставляет. Как будто кто-то ведет его за руку и отводит от греха. Но когда он разорвал свою связь с Богом, то есть, как только он вступает в общение с дьяволом посредством магических заклинаний, то все, он теряет благодатную защиту и тут же впадает в блуд. У него изменилось лицо. То есть, видно, что он уже переступил какой-то порог внутренний. Там как будто он нашел на время какое-то успокоение. Вот он пребывал в этой луже. А потом получилось так, что он просто-напросто внезапно умер. То есть, вот дьявол, бывает, подманивает к себе людей, пытается их задержать в этой луже. Никаких ни средств не дает ничего. То есть, а только чтобы побольше человек увяз в греховных страстях. И потом что-то там вот с сердцем произошло у него. И он расстался с земным миром. Ну, может быть, он, я вот последние его месяцы уже не знаю, может быть, он и каялся, исповедовался. Это все уже тайна Божия. Но суть в чем? Что блуд, он неразрывен от общения с демонами. И блуд, это именно дух бесовский. Это вот скверна и нечистота вот этих демонов, которые поэтому и входили в свиней, что в их образе искушения у людей, в них есть нечто свинское. Вот таков и есть дух блуда. А апостол Павел, он пишет о чем? Что вот мы как раз не должны впадать в зависимость от дьявола, потому что мы же христиане, и вообще каждый человек – образ Божий, и соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Вот у святых людей, у них даже мощи благоухают. Вроде бы, казалось, там уже давно умерли, уже там просто вроде бы косточки какие-то, а мощи благоухают. Бывает, миры источаются. Почитайте про мощи преподобного Александра Свирского. То есть это чудо даже для таких самых скептически настроенных ученых. А мощи святителя Николая Чудотворца, да и многих других. И люди получают исцеление. Сколько происходит чудес, явной такой благодатной помощи. Почему? Потому что они стяжали Духа Святаго. И Дух Святой пребывал и в душах их, и в телах их. А посредством блуда, когда ты вступаешь в некую общность с посторонним для тебя человеком, и за всем этим искушением стоит дьявол, то дьявольская вот эта вот энергия талитворная, она проникает и в твою душу, и в твое тело. В душе будет пустота, разочарование, отчаяние. А тело наполнится скверными, низкими чувствами, свиноподобными. И потом от этого тебе будет мерзко самому. Захочется опять как-то вот утолять вот эти греховные потребности. А если не расстанешься с этим, то что происходит? Человек умирает в этом состоянии. Понятно, куда идет его душа, а потом ведь ожидает всеобщее воскресенье. И представьте, что воскресает вот это скверное, грязное, нечистое тело, в которое душе-то вообще стыдно входить, и не хочется туда входить, а это твое грязное, твое мерзкое тело, в котором ты совершал вот эти твои непотребства. Поэтому не теряй того времени, которое дано сейчас. Оно дано для чистоты, для искренней любви, для добра, доброты, для того, чтобы мы замечали подлинно родных нам людей и делились с ним с чем-то самым прекрасным и добрым. Апостол Павел пишет еще, это вот последнего слова, «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий у вас святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вот видите, это Божие творения, и наши тела, и наши души. И мы куплены Его честной кровью, то есть Он для того сам принял тело, не чтобы это тело посвящено было какому-то греху, а чтобы пострадать за нас и искупить нас своей кровью. И поэтому вот это и есть дорогая цена, которой куплены мы для вечной жизни, поэтому призваны приобщаться Святому Духу. Ну и последнее, наверное, что отмечу, это вот преподобный Иоанн Лествичник говорил, а святитель Игнатий Бринчанинов это объяснял. Преподобный Иоанн Лествичник, он говорит, что, конечно, вот есть очень страшные какие-то грехи, допустим, впадение в ересь. Вот кто-то от православия отпадает в нечестие, да? Но как только человек раскаивается в ереси, как только он исповедует истинный православие, его тут же приобщают святы христовых тайн, он тут же становится чадом церкви и уже может причащаться телу и крови христовым. А вот если кто блудил, то нет, даже он раскаялся, а его по правилам церковным надо еще определенную епитимию ему дают. Проходит, ну, если совсем строгим, там много лет, а сейчас, ну, в принципе, тоже налагаются епитимии, но не более одного года. Но сразу его не положено причащать по церковным правилам, то есть его на некоторое время, даже после его покаяния, отлучают от приобщения святых тайн христовых. То есть получается, что блуд в каком-то смысле производит более страшное действие, нежели ереси. Это не оправдывает еретических каких-то стремлений. Это говорит о том, насколько опасен и пагубен блуд, и тем страшнее ситуация, что люди у нас думают, что это все так вот просто, там, поспал с одним, с другим, да, а потом думаешь, почему вот уже за 40 лет, а ни семьи, ни детей нет, и ничего никак не складывается, и внутри пусто. То есть не надо относиться к этому легкомысленно. И святитель Игнатий Бринчанинов объясняет слова преподобного Иоанна Лествичника, и он говорит, что ересь – это все-таки такое заблуждение ума. И вот когда человек раскаялся, у него перемена ума произошла, он отрекся внутрь, он уже не мыслит еретически, да, то есть у него мозги стали на место, как говорят. А вот блуд – нет. Пусть ты раскаялся, а в тебе еще живут вот эти впечатления, которые ты принял в свою внутреннюю суть. То есть ты органически соединялся с другим, и это вот произошли изменения. То есть в тебе живут еще блудные впечатления после даже покаянного такого вот раскаяния, исповедания. И нужно время, чтобы истрезвиться от этих блудных чувств. Нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы чувства очистились, и где-то даже понести какие-то скорби, страдания, болезни. Они имеют очистительный характер. Поэтому вот, к сожалению, так, да, тот, кто, как говорит апостол Павел, выкупляется с блудницей, становится одно тело с нею, и дальше надо как бы выкинуть остальные мысли, перенимает ли он там от нее грехи, нет или нет. Здесь один страшный грех, да, это дьявольский дух блуда, то есть фактически рабская зависимость от сатаны. Да убережет нас Господь вот от этой страшной напасти. Дай Господь всем нам здравомыслие, чтобы не впадать в подобные грехи, помнить, что мы призваны быть храмами Духа Святаго. Конечно же, жизнь наполнена искушением. Если кто-то впадал уже в подобные вещи, то пусть не отчаиваются, потому что блудницы принимали Христа даже еще лучше, чем фарисеи, да. Конечно, у них уже не было повода гордиться, да, но зато они понимали всю уже ценность целомудрия, всю ценность жизни вместе с Господом Иисусом Христом. Поэтому для нас, в общем-то, один путь, который открыт уже святыми отцами, да, открыт самим Господом. И путь чистоты – это всегда путь к подлинному счастью. Вот дай Господь нам это счастье. Храни вас, Боже, дорогие братья и сестры. Продолжение следует...